итак ребят давайте засекем нас километраж сколько нам двигаться до школы и конечно сколько же нам километров двигаться до курортного проспекта поедем мы сейчас с вами по той дороге где у нас в основном все передвигается на автомобиле если же вдруг идти пешком то мы сейчас возле школ повернули бы налево и тем самым мы бы с вами взяли бы и прям хорошо сократили пешком я ходил в одном из видеоролики в одном из видеороликов но все равно вы просите показать просите может поменялось там может рельеф или еще что-нибудь вот здесь смотрите мы с вами проехали 200 метров и с правой стороны у нас проехали 200 метров и вот здесь у нас с правой стороны детская площадка посмотрим через сколько поменяется у нас еще не поменялось вот 300 метров и можем сказать что до школы нам ехать ровно 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 сейчас секундочку доедем покажу чтобы вы не думали что я с обманываю до 16 гимназии вот она до нее ехать у нас 400 метров сколько пешком по времени все мы с вами разные всем по-разному с вами ходим поэтому давайте ориентироваться что наверное минут десять самом худшем случае вам идти здесь мы сейчас едем до развязки почему у нас бытха стала оцениться потому что после олимпиады сделали олимпийскую развязку например нужно вам попасть в адлер да мы с вами поворачиваем сейчас здесь направо и сразу попадаем на дублер либо может тут же на спасти на обход сочи поворачиваем с вами если налево мы с вами берем и выйдем на курортный проспект тут у нас стоит церковь тоже для некоторых людей которые ведут службу для них это важный параметр я тоже прекрасно понимаю здесь нас есть пешеходные переходы есть у нас безопасный до безопасный спуск до церкви до церкви давайте покажу прям секундочку ребят до церкви 900 метров едем с вами дальше на экскурсию многие сейчас скажут максим зачем ты показываешь там уже квартир почти не осталось ребят у нас есть квартира достройщика которые тоже продаются есть квартира от инвесторов соответственно можно сейчас взять квартиры по выгодной цене именно такие дома чаще всего вы спрашиваете дом на предсдаче вот здесь мы сейчас спускаемся вниз да вот здесь тоже пешочком ходил и вот тут мы попадаем с вами еще на одну остановку сразу говорю если я хоть так далеко идти на основку там гораздо ближе сдавите нас принято благодарить с левой стороны у нас магазин пятерочка а вот с правой стороны у нас будет сейчас магазин магнит вот отсюда мы с вами доехали ровно 1100 1 километр 100 метров здесь мы сейчас с вами спускаемся вниз не нужно забывать что бытха это прежде всего гора есть понятие не избытки там ценник немножко другой тоже могу вашей просьбе показать например тот самый жилой комплекс бытха 2016 там ненормальные цены да и вот что мне нравится на бытхе что здесь всегда можно уехать на автобусе и приехать на автобусе вот тут у нас тоже одностороннее движение и смотрите вот здесь у нас есть тротуар чем выигрывает убытки да что есть тротуарчик и само собой здесь у нас очень много зелени даже сейчас у нас зимой вы видите вечно растущие зеленые растения которые у нас не оголились и вот здесь мы подъезжаем с вами перекрестку где заканчивается дорога с односторонним движением у нас автобус очень хорошие они останавливаются где вы махнете там они остановятся поэтому имейте ввиду что как бы без разницы какой расстояние до остановки вы просто можете выйти махнуть рукой и у вас вы точно сможете уехать на общественном транспорте вот здесь мы с вами подъехали к курортному проспекту секундочку я покажу ребят один километр 800 метров один километр 800 метров сегодня мы с вами катались жилого комплекса мерката с мерката у нас до курортного проспекта чтобы вы понимали два километра 600 метров здесь у нас один километр 900 соответственно ровно два километра у нас до моря ровно два километра много это или мало я не знаю наверное решать вам по большому счету я спускался у нас не поднимался но спускался очень быстро поднимался я тоже не помню за какое время здесь у нас мы видим с вами курортный проспект все у нас на курортном проспекте красиво даже в дождь если кто согласен ставьте лайк ну и не будем забывать что зима вчера у нас была просто потрясающая погода вчера и позавчера а сегодня погода у нас обратная гордимся мы своими учителями поэтому увидели плакат где учителя висят и вот здесь мы с вами доезжаем до как раз на развязке в общем далеко это или близко делаем свои выводы и сейчас мы прям не спеша не дыша ведя съемку мы доедем с вами до центра сочи посмотрим сколько по времени ехать двигаться я понимаю что многие из вас не любят когда я говорю слово ехать хорошо сколько по времени мы будем с вами двигаться и вот тут мы с вами проехали уже 3 километра 100 метров мы с вами доехали до района где начинается у нас дендрарий точнее до дендрарий у нас 3 километра 300 метров ехали мы с вами 7 минут много где приостанавливались много что я вам показывал обычно я передвигаюсь гораздо быстрее и доехать вот именно до этого места обычно не больше чем 5 минут не больше бич сочи да вот один автобус мог немножко дальше остановиться и второй бы поместился нет нас все равно таки думают только о себе большинстве своих случаев хотя нет в меньшинстве большинство себя ведут порядочно и здесь мы с вами двигаемся да вот как раз этими автобусами за всеми и доедем в такую плохую погоду до самого-самого центра смотрите вот отсюда у нас до получается до цирка мы с вами доехали относительно быстро по времени это у нас 8 минут ну и конечно это расстояние 4 километра тут мы с вами проезжаем подъезжаем точнее к району который называется у нас светлана и вот именно тут у нас заканчивается хостинский район и начинается центральный это у нас мост через речку которая называется верещагинга если мы прям возьмем с моста спрыгнем мы с вами попадем если спустимся в правую сторону в район который называется у нас соболевка если кто-то спросит например соболевки до центра гораздо ближе соболевки до центра ближе на два с половиной километра потому что если например мы соболевки выезжаем вот на этом перекрестке со светофором у нас ровно один километр 900 метров здесь же мы сейчас с вами подъезжаем у нас будет 4800 4800 еще раз хотел напомнить если вам интересен такой формат видео если вам интересно знать в минутах сколько куда двигаться если вам интересно знать расстояние вот какого-нибудь жилого комплекса как пешком так и на машине так и на общественном транспорте то ставьте лайк я буду знать что я не просто так трачу свое время если эти видеоролики для вас бесполезны бестолковы пишите это в комментариях чтобы я на это не тратил свое время потому что за это время да вот сколько я трачу я мог сейчас снять у нас к примеру жилой комплекс white palace снять жилой комплекс sirius для вас показатель снятие жилой комплекс бытха 2016 понимаете и в целом я думаю что вот именно на ту съемку у меня был бы лучше больше клик но я понимаю что вот так вот например вот дома у нас снимает все ну все просто берут снимают эти стены снимают эти керамзитов блоки газоблоки да монолитную конструкцию а вот именно там пешком пройтись на пляж взять и проехаться и показать километраж да не тот выдуманный который придумывают риэлторы да да там сбытки там до центра сочи там 2 километра да 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 вот так ну да не уточняет что до курортного проспекта а курортный проспект это у нас не центр сочи все таки центр сочи давайте мы с вами будем считать морской вокзал торговую галерею мелодия администрацию города сочи и тому подобное сейчас мы с вами проехали 5 километров 300 метров едем мы с вами не в самых лучших не самых идеальных условиях и по большому счету у нас бытха считается одним из лучших спальных районов кто-то может с этим согласиться старожилы могут не согласиться но одно я знаю точно одно я знаю точно что очень много у нас местных у меня сейчас потому что все риэлторы у нас от местных отказываются которые ко мне обращаются и очень много кто у нас с Макаренко приезжает на бытху кто у нас переезжает там с других районов именно выбирает бытху это хороший спальный район и сейчас он относительно доступный относительно вокзального района относительно заречного района поэтому и это то место где у нас сейчас происходит такая застройка да и либо туда либо туда ездить а там девушка за рулем болтает понятно смотрите мы с вами за 13 минут мы доехали до самого центра по километрам это 6 километров 100 метров просто к чему я вам говорю при желании например если даже вы возьмете и захотите просто погулять а гулять это полезно например вы можете со своего дома дойти до морского порта на самом деле вы преодолеть это расстояние гораздо проще гораздо легче потому что мы на автомобиле здесь сейчас с вами небольшие курги нарезали вы сможете в пешей доступности 5 километров в общем прогулка до морского вокзала у вас займет не больше часа ну может быть час десять там в зависимости у кого какой шаг и что по итогу по итогу наверное самое главное самое интересное то что гулять да вот именно по курортному проспекту а можно идти вдоль моря в сочи приятно и полезно гулять я вот как бы если была моя воля я с большим удовольствием бы гулял по одной простой причине потому что как бы ну полезно это и для сердечной мышцы да и тут у нас вот вы попадаете в такую красоту в такую красоту можно гулять и в дождик можно гулять у нас и в зной можно гулять у нас и когда сильная жара ну а в целом как бы если мы возьмем по итогу весь год у нас температура относительно комфортная и есть у нас аномальных два жарких месяца в году и есть у нас пару месяцев таких где прям очень так периодически такие дожди идут но в целом все остальное у нас погода так скажем и не вашим и не нашим и в итоге она такая самая комфортная это как вчера было у нас 16 градусов 17 градусов да 20 градусов ну 25 градусов поэтому давайте сделаем свои определенные выводы сейчас мы с вами все таки подъехали на морской вокзал морской вокзал у нас не маленький да вот сейчас с левой стороны за 100 форм будет вот именно вот до этого места мы с вами доехали за 15 минут и получается километраж это 6 километров 400 метров ну теперь наверное все с вами был максим компания элитный сочи если интересно что я для вас делаю если интересно что как бы ту работу которую для вас ставьте лайк не стесняйтесь пишите комментарии всегда рад прочитать что-то узнать новое что-то узнать интересное ну а теперь всем пока и всем вам хорошего настроения ну и конечно жду вас в городе Сочи в самом красивом в самом безопасном не знаю а может быть даже в самом дорогом городе России последний конечно понимаю что точно не мотивация но с другой стороны есть к чему стремиться все ребят пока с вами был Максим пока